Продолжаем расследование. Вперед. Плоскут синей ткани уже исследован. Давайте узнаем, что там за результат. Чтобы мы могли продвинуться по истории. Ребята, грандиозные новости. На лоскутке найдены пятна той же смазки, что и на шинах и на автобусном билете. Это все вещи преступника. Потрясающе. И этот лоскуток явно отрезан от синего рабочего комбинезона. Кто у нас носит синюю спецодежду? Какой-нибудь фермер, который не имеет отношения к нашему делу? Ага. Автомеханики! И мы знаем одного из них. Думаю, мы готовы арестовать преступника. Это Митч, да? Медведь Митч. Часть третья почти закончена. Интересно, будет часть четвертая. Обвините подозреваемого. Так. Признаки преступника. Все сходятся. У него трое. У него двое. Трое. Так. Видимо, все остальные не влазят. Обвиняемого. Наверное, да. Он тяжелый. У него комбинезон. Совпадение. 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 И совпадение. Двиновен. В том, что носит комбинезон, видимо. И в том, что тяжелый. Митч, вы арестованы за махинации с шинами. И я имею в виду их цену. И я не имею в виду их цену. Неплохая задумка портить шины, чтобы пострадавшие приходили покупать новые. Я хочу сказать, это, разумеется, незаконно, но идея хорошая. Лис чует в нем родственную душу, видать. Ехе, спасибо. Нужно было быстро подзаработать. Я задолжал своему землевладельцу, и он горзился выселить меня. Если я не заплачу вовремя. Он пытается от меня избавиться и продать землю какой-то строительной компании, башни с Эквой. Здесь явно творятся какие-то темные делишки. Да уж, а у тебя одни светлые делишки творятся. Ага, например, кое-кто дырявит по крышке. Вы отлично поработали, коллеги. Просто дело... Простое дело, очевидный случай, как по учебнику. Все как я люблю. О, детектив Овис нас заметил. Уи! Хватит, Лис. Не заставляй меня сердиться. Новая медаль. Пронзовая медаль. Награда за арест преступника. Ей, мы молодцы. Хотя еще суд решит, он вообще преступник или нет. Я думаю, должен быть суд. И теперь нужны будут звезды, чтобы открыть дополнительное расследование. Ладно. Кто бы сомневался. Ну, я правда думал, вдруг сейчас уже следующее дело появится. Но нет. Дополнительное расследование. И нужны звезды. Куда бы пойти? Ну, давайте сюда. Желтая машина. Я не знаю, куда лучше, но давайте сюда. Вперед. Ага, следующие анекдоты из книги. Лучшие из анекдотов.нет. 2012. Мужик заходит в магазин, читает. Яйца отборные. Отборные? У кого отбирали? У кор, конечно. А они не сопротивлялись? Те, что сопротивлялись в соседнем отделе. Вперед. Так, замок или замок, отпечаток лапы, автомобильный дворник, лужа. Так, вот лапа, замок. Не вижу замка. А, вот видно. Разбитое стекло, лужа, чудо-лужа, лужа не вижу. Автомобильный дворник. Чипсы. Антиметровая лента. Ключи. Ключи. Где она? Вот она. Ну как? Ну ясно, что мы не получили звезду. Почти получили. Нам их надо целых две. Ну, еще раз сюда же пойдем. У нас два плюса. Я уже кое-что помню, что здесь находится, что и как. И нам совсем немножко до звезды. Вперед. Следующий анекдот. Если вы сумели заставить себя прекратить грызть семечки, когда там еще оставалось пол тарелки, то побороть героиновую зависимость для вас вообще пара пустяков. Возможно, у меня никогда не было героиновой зависимости, но семечки бывают, да, нелегко закончить. Грызть, пока все не сгрызешь. Вперед. Так, чипсы, разбитое стекло, вот с утками крышка мусорного бака. Вот чипсы, разбитое стекло, крышка мусорного бака. Чипсы, крышка, не вижу. Баллончик с краской, вот с утками, как он выглядит. Вот. Провода для прикуривания. Прикуривание, может, вряд ли для прикуривания. Крышка мусорного бака. Игральные кубики. Ну, кубики вот. А вот крышка, вот она, наверное. Ну, как? Первая звезда готова. Еще пару заходиков и получим вторую здесь же. Берет. Берет. Так. Следующий анекдот. Кандидат на какую-то там должность заполняет анкету. Один из вопросов. Находились ли вы под судом или следствием? Мужик честно отвечает. Не находился. Следующий пункт. По какой причине? Очевидно, предназначался для отвечающих да на первый вопрос. Тем не менее, мужики его заполнили. Пока что не поймали. Ключи, маргаритка, заправочный пистолет, ведро. Так, вот заправочный пистолет, ключи. Что за ведро? Маргаритка. Вот это автомобильный дворник, машина, автомобиль. Наверное, это вон. Замок, бумажник, маргаритка. Замок, бумажник, 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 свеча зажигания. Где-где я не вижу. А вот бумажник, блин. И свеча зажигания где-то у нас была. А, вот нашел. У нас сливается с формой, это все специально. Ну, еще один заход и точно вторая зажига. Следующий. Так. Следующий анекдот. Владимир Владимирович, сколько будет дважды два? Буду краток. Знаете, буквально на днях я был в Российской Академии Наук. Провел беседу со многими учеными, в том числе молодыми. Кстати, очень грамотные ребята. Так вот, мы обсудили в частности данную проблему, поговорили о текущей экономической обстановке в стране. Они также рассказывали о своих планах на будущее. Конечно, в первую очередь, их волновала проблема востребованности. Не менее остро стал вопрос по этикотечным кредитам. Но могу заверить, все эти проблемы решаемы, и мы направим все усилия на то, чтобы они были решены в самом ближайшем будущем. В том числе, это касается и темы, затронутой в вашем вопросе. Вот. Цифра 3. Бургер. Лента ограждения. Свеча зажигания. Бургер. Не, что за бургер? Не, я знаю, что такое бургер, но я его не вижу. Свеча зажигания. Это что такое? Лента ограждения. Осталось бургер. Крышка. Дворник. Что за пружина? Пружина. Кепка. Кепка. Спечатки. Вот. Настала с кепкой и бургер. А, вот кепка. Бургер остался. Точно бургер или что-то еще? А, вот он. Тихи. Тут, я думаю, странная форма для бургера. Вот. Дверь, 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 готовы. Можем открыть дополнительное исследование. Открываем. Ребята, заходил колбис Калуас. Говорил, ему нужна какая-то вещь с места преступления. А без вас ее не забрать. Ребята, ребята, Антонио оставил для вас сообщение. Кажется, дело срочное. Ну, или просто Антонио всегда так разговаривает. Ребята, 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 погодите, забыл. Агда, ребята, ребята, ребята. Позвоните Тедди. Не знаю зачем. Дополнительное расследование, да? Открыли. Еще Тедди. Каждому нужна звезда. Ну, ладно. А мы ее вряд ли сможем успеем заработать. Ну, да. Ну, я даже не знаю, куда пойти. Давайте вот сюда. Сюда. Так. Вперед. Следующий анекдот. Малыш на день рождения попросил, очень просил собаку купить. Родители решили порадовать малыша и купили здоровенного Сен-Бернара. Малыш посмотрел на Псину и говорит, я не понял, кому кого подарили? Похожую шутку я видел в каком-то мультике или фильме комедийно. Вперед. Темные очки, сыр, звонок, бутылка. Темные очки, сыр, звонок, бутылка, крупный конфет, книга, бутылка, что за бутылка? А, полураздавленная, перчатка, стакан, стакан, цилиндр, звонок, цилиндр, звонок, цилиндр, звонок, звонок, остался цилиндр, вот. Так, еще немножко у нас будет звезда. Но у нас вроде как энергии не хватает для этого. Сейчас узнаем, долго ли ждать. 49 секунд. Ну, думаю, давайте я вам еще анекдот прочитаю, чтобы не скучно было ждать. Тогда мы точно заработаем звезду и с кем-нибудь поговорим. Если вдруг стало грустно, то подумайте про осьминога. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, извините, и попа с ушами, и голова в попе, и ничего, не жалуется. Может он жалуется, но мы не понимаем его языка. Так, следующий экзот. На таможенном контроле в аэропорту собака, натасканная на наркотики, взглядом дала понять пассажиру, прилетевшему из Голландии, что проблему можно легко уладить за килограмм мяса. Коррумпированная собака. Так, вперед. Надеюсь, я не зря ждал, и мы получим звезду и продвинем расследование. Так, следующий анекдот. Пациента готовят к операции. Он очень нервничает. Доктор, я не умру? Да нет, что вы, нас за это ругают. Тешил. Я просто не знаю, считай, сторонний вот или нет, потому что вдруг не успею. Темночки, газета, соус труба. Я вижу только темночки. Газета. Что за соус? Труба. Вижу труба. Подарочная карта. Мобка. Кошелек. Поли, ничего не вижу. Вижу кошелек. Соус. Буква Б. Подарочная коробка. Вот это, наверное. Изумруд. Буква Z. Готово. Да, не зря мы старались, получили звезду. Сейчас с кем-нибудь поговорим. Ну и на этом, видимо, заход закончится. Начнем с колбиси по порядку. Не важно, с кого начинать, все равно придется со всеми. Рано или поздно поговорить. Что-то он какой-то низкий. Здесь не видно его, да? Я потерял пакет рекламной листовки для очень важного клиента. Наверное, бумажка выпала у меня из портфеля на месте преступления, а в полиции не разрешают мне ее забрать. Макет рекламной листовки для очень важного клиента. Вот, что-то поднялся теперь. Потому что это место преступления. Мы сами все найдем. Ну, видимо, уже не сейчас. Потому что она, энергия закончилась. Да. Видимо, уже в другой раз. Потому что, да, парковочная улица, посетить. Ну, значит, до скорого. Продолжение следует...